В Казахстане планируют увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году. Для этого намерены поддерживать отечественные онлайн-магазины, развивать курьерские службы и транспортно-логистическую инфраструктуру. Ну а вот насколько прогрессирует отрасль в стране, об этом мы поговорим с Гульданой Коленой. В эфире рубрика «Первая цифра». Гульдана, доброе утро. И скажи, насколько у нас сейчас развивается эта... Электронная коммерция. Электронная коммерция. Доброе утро, Гульдана. Доброе утро, коллеги. В правительстве уже утвердили план развития электронной коммерции. Он рассчитан на два года. За это время долю электронной торговли планируют увеличить до 15%, а показатель в 20% мы, согласно документу, сможем достичь в течение шести лет. Вместе с тем, сейчас Министерство торговли и интеграции готовится к подписанию соответствующих меморандумов с профильными ведомствами некоторых стран Центральной Азии. И ожидается, что эти меры поспособствуют росту взаимного товарооборота. Обо всем по порядку. Польше двух триллионов тенге оборот электронной коммерции в Казахстане за прошлый год. Это 13% от общего объема розничной торговли. Через интернет в основном казахстанцы покупают товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику и лекарства. В профильном министерстве заявили, на внутреннем рынке превалируют отечественные интернет-площадки. Больше 80 тысяч компаний осуществляют свою деятельность так или иначе посредством глобальной сети. Сегодня казахстанский рынок электронной торговли, он в целом разнообразен. Он представлен, получается, как так называемые банковские маркетплейсы, о которых мы все знаем. Это, по сути, маркетплейсы банков второго уровня. Это и Каспий, и Халык, и Жусанмарт, и Фортомаркет. Помимо этого представлены также Вайлдберс и Озон. Кроме того, у нас активно развиваются сегменты игрошири. Игрошири – это именно заказ продуктов питания и продуктов первой необходимости в онлайн-формате. На казахстанском рынке хоть и много отечественных интернет-площадок, но большинство из них мелкие. Значительная часть товарооборота проходит на зарубежных сайтах, говорят представители отрасли. А все из-за того, что в стране электронная торговля практически не поддерживается. Элементарно сложно получить лицензию. Также, по их словам, недоступные по цене и качественно работающие курьерской службы. Также отсутствуют субсидии. А создание и разработка маркетплейсов требуют крупных вложений. Есть большая разница в понятиях онлайн и офлайн-торговля. Если строительство торговых центров производится у нас сегодня, то субсидирование разработки маркетплейсов не производится. Хотя причина, почему торговые центры вошли в строительство, в субсидирование, это как раз-таки уход от черного НАВА, приход к безналичным платежам. Так давайте задумаемся, где проведение платежей в торговом центре или в онлайн-маркетплейсе будет на 100% онлайн. То есть это будет кэш-поток, который будет регулироваться полностью. Представители отрасли и госорганов сейчас активно работают над внесением изменений в действующее законодательство. Одна из главных и возможных поправок это смягчение налогоблажения. Также в планах правительства наладить работу платежных систем и повысить цифровую грамотность как населения, так и бизнеса. Для этого по всей стране открывают центры обучения электронной торговли. Курс прошли пока что 2000 субъектов МСБ в Минторговле. Работают именно тем, чтобы товары казахстанских предпринимателей все больше стали размещаться на международных маркетплейсах. В целом мы предусматриваем, что меморандумы, которые подписаны с профильными ведомствами некоторых стран стран Азии, они поспособствуют росту взаимному товарообороту в рамках электронной торговли. Это предполагает также, что товары казахстанских продавцов могут иметь возможность разместиться на складах центрально-азиатских стран для дальнейшей отправки в третьи страны. Это в свою очередь сократит время доставки товаров, что повысит спрос на казахстанские продукты. Экономика Казахстана за 2023 превысила 5%. Это наивысший показатель за последние 10 лет. По данным правительства, внешний торговый товарооборот страны составил с около 130 миллиардов долларов. Почти до 40 миллиардов долларов увеличился объем инвестиций в основной капитал. Вместе с тем в стране запустили почти 300 новых проектов. Примерно столько же реализуют и в этом году. Ожидается, что только в обрабатывающей промышленности появится 15 тысяч рабочих мест. Почти на 2% сократилось число индивидуальных предпринимателей в декабре по сравнению с ноябрем 2023. Данные опубликовали в бюро над статистики. Уменьшилось и количество новых зарегистрированных примерно настолько же. Снижение показателей эксперты связывают с введением всеобщего декларирования. В этом году, напомню, начался третий этап, так называемую отчетность по имеющимся активам обязаны сдавать руководители, учредители юрлиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Коллеги, ну что ж, таков был экономический обзор на сегодня. Возвращаясь к теме электронной торговли, я вспомнила свой первый заказ через интернет. Я сделала три года назад, тогда я приобрела косметику. Помню, столько недоверия было у меня доставят, либо нет. Сейчас уже это стало, согласитесь, как-то обыденностью. Даже недельный запас продуктов доставляют. А насколько плотно в вашу жизнь вошла электронная торговля? За продуктами ходите сами или так же? Я думала, ты скажешь, я заказала три года назад, только поступила доставка. Нет. Но, надеюсь, не так. Действительно, на деле мы заказываем продукты онлайн, и это очень сильно упрощает жизнь. Главное, Гульдана, я рад, что первый опыт у тебя оказался необманчивым. Не было мошеннических схем, и ты поверила в эту работу, и теперь можешь смело заказывать, и приходит то, что надо, как правило. Ну да, отрасль нуждается еще, конечно, в том, чтобы развивать все это. Спасибо. В доработке нуждается очень много вещей в этой жизни. С нами была Гульдана Кален с рубрикой «Первая цифра». А мы продолжаем.